Отопительный сезон начинается уже в конце этой недели. Котельные округа проверены, паспорта готовности выданы. Топлива на складе котельной номер 5 достаточно. Греть уссурийцев готовы и мазутные котельные, которых в городе осталось 9. В межсезонье две были закрыты, а нагрузку с них перевели на пятую. Также в уссурийских котельных установили 16 новых котлов. Замена теплосети в друктурном измерении 100% готовности, перекладка сети водопровода 100%, перекладка сети канализации 101%, ремонт ветки экологических сетей 99%, подготовка жилищного фонда к котельной сезону 100%. Второй вопрос – реализация муниципальных программ. На развитие градостроительной деятельности в округе выделено 46 миллионов рублей. Частая проблема в этой области – самовольно занятые земельные участки. Чтобы их освободить, несанкционированные объекты сносят, как и незаконные рекламные конструкции. Демонтаж, хранение и уничтожение требуют определенных затрат. Одна из глобальных задач на ближайшие годы – изменение генерального плана округа. На сегодняшний день освоено с учетом выполненных работ 80% программы. То есть заключены контракты и работы уже все на финишной прямой. Ведется и работа по выделению участков многодетным семьям. К примеру, в муниципалитет от Министерства обороны перешла земля недалеко от улицы Резервной. В народе район называют «Салют». Этот властик уже полностью отработан, оплачен и уже предоставляют там участков многодетным. Жеребевку проводят. Неотъемлемый вопрос комиссии по благоустройству – санитарное состояние города. Бурное обсуждение вызвало несанкционированная свалка на Воздвиженской территории. Сельский участок, зона ответственности, начальника отдела по работе с территорией. Частично мусор вывезен, а остальное не хватает средств. Тем временем свалка вновь растет. Больше здесь у нас обращение гражданам, конечно, потому что свалки – это недобросовестные граждане. Они вывозят не на полигон, а в растет на территорию. За этот год в Уссурийске ликвидировано более 2000 кубических метров мусора. Это и уборка несанкционированных свалок, и субботники. Кстати, в октябре проводится месячник по санитарной очистке города. И 15-го числа пройдет общегородской субботник. Участие примут жители, работники предприятий и учебных заведений. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Телемикс.